Только вместе сможем предотвратить конец лета! Наступил внезапно, неужели опять? Заготовки на зиму. Выбираем лучших кухонных помощников в 2024 году. Осень – это сезон заготовок, поэтому сегодня будет подборка бытовой техники, которая упростит этот трудоемкий процесс. Мы разбили видео на несколько блоков, в которых представим по три модели полезных гаджетов от разных брендов и в разной ценовой категории. Ссылки на все товары будут в закрепленном комментарии под видео. Там же найдете наш телеграм-канал, в котором мы каждый день публикуем информацию о скидках и акциях в крупнейших магазинах бытовой техники. Овощерезки. Больше всего времени занимает чистка и нарезка овощей. Можно здорово сэкономить время, если купить мощный кухонный комбайн или измельчитель. Мы взяли для нашей мини-подборки три самых популярных по версии Яндекс.Маркета модели. MULINEX DJ9058 Fresh Express Coupe. Это компактная, весом всего 2,8 кг, и функциональная модель стоимостью около 14 000 рублей. Больше подойдет для тех, кто делает заготовки в больших количествах. За счет входящих в комплект насадок, может натереть или нарезать овощи ломтиками, кубиками или соломкой. А благодаря импульсному режиму, когда прибор работает на максимальной скорости при нажатой кнопке, MULINEX быстро справляется даже с твердыми овощами, вроде свеклы или моркови. KITFORD KT3047. Следующую модель от KITFORD можно купить за 4 000 рублей. В описании указано, что это электрическая терка. На самом деле, это еще и шинковка и измельчитель с шестью насадками в комплекте. Большое количество овощей на ней не переработать, так что KITFORD больше подойдет для тех, кто не закатывает банки в промышленных масштабах. Сама модель очень компактная, быстро собирается и разбирается. Ножи из высокопрочной стали, самозатачивающиеся и сохранят остроту на весь срок эксплуатации. В целом, бюджетный и функциональный вариант, который точно пригодится на кухне и не только в сезон заготовок. Zigmund Einstein Salatmeister. Еще одна недорогая модель стоимостью около 5 000 рублей с комплектом терок, насадок для нарезки слайсами, крупной и мелкой соломкой, брусочками. Насадки-ножи выполнены также из стали, заточки не требуют. По большому счету, это практически аналог KITFORD с тем же функционалом, только в другом дизайне. По качеству эти модели также примерно одинаковые, разница только в цене. Автоклавы. Автоклавы работают по принципу нагрева продуктов под давлением выше атмосферного. Можно готовить на пару или воде в зависимости от типа устройства. В первом случае, вода нагревается до 120 градусов, превращается в пар. И именно этот пар отвечает за гарантированное уничтожение вредоносных бактерий. Во втором случае, процесс аналогичен стерилизации в обычной кастрюле на плите. То есть, в емкость устанавливаются банки и готовятся именно в горячей воде в течение необходимого времени. Плюс автоклава в том, что за раз можно загрузить от 10 пол-литровых банок, что сильно ускоряет процесс переработки. Да и консервировать в нем можно овощи, фрукты, грибы, а также мясо, птицу и рыбу. В общем, вещь однозначно полезная для тех, кто закручивает много банок. Но достаточно габаритная. Поэтому мы постарались отобрать самые компактные, которые можно использовать на кухне в городской квартире. Булат. Модель на 15 литров стоимостью около 19 тысяч рублей. С корпусом из нержавеющей стали. Может работать на воде или в паре под давлением 1,5 бар. Управление полностью механическое. Отслеживать уровень давления, время придется самостоятельно. Корпус из нержавеющей стали с ребрами жесткости в донной части надежно защищен от деформации. За счет феромагнитного дна эта модель подходит для любых плит. В комплект входит тен, манометры, электрический термометр и книга рецептов. А вот кассеты для банок в комплекте нет. Ее придется покупать отдельно за примерно 2000 рублей. Это нужно учитывать при покупке. Домашний стандарт. Это уже более продвинутый вариант с системой Параматик стоимостью около 30 тысяч рублей. Объем здесь больше, чем у предыдущего варианта и составляет 17 литров. Это примерно 10 пол-литровых банок с консервами. У этой модели уже два встроенных клапана сброса пара и автоматический контроллер, который проследит за уровнем давления и при необходимости сбросит его до нужного уровня и отреагирует, если первый клапан по каким-то причинам не сработает. В общем, цена оправдана точно. Заготовщик. И это самая компактная модель из нашей мини-подворки. Емкостью 14 литров и стоимостью чуть больше 14 тысяч рублей. Работает с любыми типами плит. Можно стерилизовать на пару или в воде. Сама конструкция надежная, выполнена из пищевой нержавейки. Инструкция максимально понятная. Этот вариант отлично подойдет для новичков, разберетесь быстро. Погружные блендеры. Хороший мощный блендер незаменим для домашних заготовок. С ним можно быстро превратить в пюре ягоды, отварные овощи или фрукты для дальнейшей переработки. Мы изучили модели, сравнили технические параметры и нашли три варианта, которые получили самое большое количество положительных отзывов. Scarlett SC-HB42F61 Модель от Scarlett на скидках можно купить примерно за 2500 рублей. Это хороший вариант мощностью 1100 Вт с 25 режимами работы с функцией плавного переключения. Опция Turbo, когда блендер работает на максимальных оборотах при удержании соответствующей кнопки, тоже в наличии. Погружная часть блендера цельнометаллическая, что добавляет устройству надежности. Briar BR1247 Популярная и производительная модель стоимости около 3000 рублей. Из особенностей здесь мощность 1000 Вт, 5 скоростей с плавным переключением и турбо-режим. Световая индикация и шнур питания длиной полтора метра делают работу еще удобнее и проще. MULINEX OPTICHEF DD643-132 Модель от MULINEX можно купить за 5000 рублей на скидках. Мощность у OPTICHEF меньше, чем у Briar и составляет 870 Вт. Скоростей здесь 20, включая режим Turbo. Есть система защиты от брызг и насадки со специальной формой лезвий, обеспечивающие равномерное измельчение. В качестве бонуса – эргономичная ручка, которую удобно держать даже сырыми руками. В целом, мало чем отличается от Scarlett, но стоит дороже. Мультиварки В мультиварке можно запечь баклажаны, отварить овощи для кабачковой икры или сварить варенье из фруктов и ягод. Все, что нужно – загрузить в чашу продукты, выбрать нужный режим и все. Ничего контролировать, помешивать и следить, чтобы не пригорело, не нужно. Мультиварка – все сделает сама. А вы можете заниматься своими делами или подготовкой второй партии овощей. Представляем три лучших модели, заслуживших высокую оценку покупателей. MIDEA MPS 6004 Модель стоимостью около 6000 рублей, с 5-литровой чашей с антипригарным покрытием и 13-ю автоматическими программами и функцией мультиповар для самостоятельного выбора настроек. Поскольку нас интересуют заготовки, то здесь есть режим тушения, жарки. Для тех, кто делает консервы из мяса, здесь есть опция варки под давлением. REDMOND RMC M90 RMC M90 уже стала классикой в линейке техники REDMOND. И купить ее на скидках можно примерно за 7000 рублей. Здесь 45 автоматических программ и опция мультиповар для самостоятельного выбора настроек и времени приготовления. А также функция приготовления под вакуумом. Нагрев чаши с трех сторон обеспечивает равномерное приготовление, а антипригарное покрытие исключает прилипание и пригорание продуктов. Polaris PMS 0517AD Эта модель стоит чуть больше, около 8000 рублей. Но и функций здесь побольше. К 16 автоматическим программам здесь добавляется целых 200 настраиваемых режимов с функцией мой рецепт плюс. В этой мультиварке уже можно приготовить не только овощи, но и варенье или джем. Опции жарки и тушения тоже в наличии. В целом, на наш взгляд, это оптимальное соотношение цена-функционал. В последние три подборки нашего видео мы включили менее технологичные, но не менее полезные приспособления для заготовок, которые помогут сделать процесс как минимум удобнее. Кухонные весы О пользе кухонных весов мы рассказывать не будем. Вы все прекрасно знаете сами. Мы просто представим три самых популярных у покупателей модели. Все они электронные, работают от батареек типа ААА. Zigmund Einstein DS-121 Модель из нержавеющей стали с удобными функциями можно купить за полторы тысячи рублей. Рассчитаны на максимальный вес 5 килограммов. Показывают вес с точностью до 1 грамма. Могут использоваться как с комплектной мерной чашей, так и с другими емкостями. Из дополнительных опций Тарокомпенсация, когда вес пустой емкости автоматически вычитается из общего веса. Hitford KT-803-6 Более бюджетный вариант за почти 800 рублей в пластиковом корпусе. Чаши в комплекте нет, но функций по сравнению с Зигмундом больше. Кроме опций Тарокомпенсации, здесь еще есть возможность выбора единиц измерения и автоотключения, которая позволит сэкономить заряд батареек. А встроенный датчик перегруза сообщит о слишком большом весе. Marta MT-1639 Полная стоимость этой модели около 1800 рублей. На скидках можно купить в половину дешевле. Чем она выделяется среди конкурентов, так это бамбуковой платформой и максимальным пределом взвешивания в 10 килограммов. Функциям предыдущего, Китфорда, добавлены индикаторы заряда батареи, опция измерения объема жидкости и неожиданно датчик температуры окружающей среды. Вакуумные упаковщики Подойдут для фанатов заморозки. При использовании такого устройства воздух из пакетов удаляется с помощью встроенного насоса. Упакованные таким образом фрукты и овощи можно отправить на хранение в морозилку. При этом продукты сохранят первоначальный вид, аромат, цвет, а главное все полезные свойства. Redmond RVS M020 Эта модель стоит около 8000 рублей. Из особенностей мощность 250 Вт, показатели вакуума 0,8 бар, два режима работы, сенсорное управление и высокая производительность до 12 литров в минуту. Бонусом – понятная инструкция с пошаговым описанием работы и комплект упаковочных пакетов. BBK BVS602 Этот упаковщик стоит порядка 2000 рублей. Здесь уже 5 режимов работы для разных типов продуктов, включая мягкие фрукты и ягоды и возможность работы в ручном режиме. Но по остальным показателям BBK уступает предыдущей модели. Здесь мощность составляет 90 Вт, а показатели вакуума 0,6 бар. Homeider Эта модель от американского бренда стоимостью около 5000 рублей. По показателю вакуума в два раза бьет и Redmond, и BBK. А вот мощность уже поскромнее всего – 110 Вт. Показатели производительности даже в половину не дотягивают до Redmond'а и составляют 5 литров в минуту. С другой стороны, и стоит он на 3000 дешевле, так что по соотношению функционал-цена тут все отлично. Закаточные машинки В этой подборке будут всего две модели. Мы решили не дублировать автоматические машинки, работающие по одному и тому же принципу, и отличающиеся друг от друга только цветом. Поэтому взяли одну автоматическую и одну электрическую машинку. Lux-P Классическая машинка для закатки из стали с пластиковой ручкой стоимостью чуть больше 1000 рублей. Работает максимально просто. На подготовленную банку с крышкой нужно поставить машинку, провернуть ручку против часовой стрелки несколько раз до характерного щелчка. И в общем все, банка герметично закрыта. Машинка надежная, ее смело можно будет передать по наследству. Скоро Кат Это уже электрическая закаточная машинка стоимостью около 14000 рублей. Понятно, что такой гаджет нужен только тем, кто готовит соленья и варенье в полупромышленных масштабах. За что такая цена, спросите вы? А дело в том, что все манипуляции с проворачиванием диска на крышке Скоро Кат будет делать сам. Вы просто ставите машинку на банку, жмете кнопку и ждете щелчка. Удобно и никакой нагрузки на руки. Девайс полностью выполнен из стали, работает от сети. Из управления одна кнопка, так что разобраться будет несложно. В общем, вещь, которой стоит присмотреться однозначно. Спасибо за просмотр. Делитесь в комментариях, как вам такой формат подборок. Расскажите о своем опыте применения техники для заготовок. Возможно, вы уже купили что-то из подборки и уже успели испытать в деле. Делитесь впечатлениями, ваш опыт будет полезен другим зрителям. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова